Хорошо быть, наверное, Пушкиным, Чеховым, Львом Толстым, это огромные тиражи, но мало кого я могу назвать из современных писателей, да, пожалуй, никого, наверное, не могу назвать, чьи книги были бы изданы тиражами в несколько миллионов экземпляров. Я знаю, что в один присест в Москве выпустили ледокол миллионным тиражом, после 320-тысячного тиража, сразу же в догонку миллион, страшные цифры, то есть, ты один из самых... Дело в том, что человеку никогда не хватает немного. Ты один из самых издаваемых авторов в мире на сегодняшний день, я среди русскоязычных, наверное, пожалуй, самый издаваемый автор. Мне приходилось слышать разные точки зрения по поводу твоих книг. Некоторые сотрудники КГБ, ГРУ говорили, что, ну, понятно, книги интересны, но это же не он пишет, это ему английская разведка, выкладывает все данные, он просто их озвучивает. Выкладывает данные английская разведка или нет? Докладываю. Во-первых, книги мои антибританские. И каждый, кто их читал, видит, видит. Мы живем в стране свободы слова. И я пишу, как Сталин обманывал Черчилля и обманывал Рузвельта. Какая бы британская разведка, зачем ей это нужно? Когда я пишу, что Сталин гениальный стратег, а Черчилль, который является национальным героем, ничего не понял. И объясняю вот просто на пальцах. Ну, какой этой британской разведке это нужно? Это раз. Второе. Второе. Вот сидит Владимир Семенович Высоцкий, сочиняет песни. Один. А вот посади группу, и они ничего не сочинят. Ничего. И существует кроме всего. То есть, один человек, когда он работает сам, он может сделать что-то. Сажаем группу, ничего. Почему? Потому что, вот если мы группой, то мне не хотелось бы... Мы ведь в некотором смысле самолюбивые. Если, если какой-то британец дошел бы сам бы до этих идей, он бы написал сам. Логично. Он бы написал сам и стал бы всемирно знаменитым. Зачем делиться славой? Да, зачем делиться славой вот с каким-то там вот Шуриком вроде меня? Зачем ему это? Ну, и, во-вторых, не владея всем объемом этой информации, написать невозможно. То есть, вот мне принесли, и я вот взял... Нет, нет, это нужно, чтобы проснуться ночью. И сердце стучит, и я не могу спать. И это вот моя ненаглядная говорит, ну, ты же спи, пожалуйста. А я встаю, я не могу, меня это разрывает. То есть, без вот этого внутреннего, вулканического заряда, это невозможно, это написать. Ну, а если говорить о языке, ну, я не думаю, что какой-то англичанин вот так вот выучил русский язык и пишет. Спасибо.